друзья всем привет вы находитесь на канале отдыха от рода я с вами ксюша и где-то бегает аня мы по-прежнему находимся в турции в отеле holiday park 5 звезд и сейчас идем на ужин ой сегодня у нас турецкая ночь о как удачно я выбрала ужин для съемки так ну что погнали нас встречаю такие вот шарики красные белые красиво деревья узнали арбузики длинки здесь напитки здравствуйте это острая да острая острая чуть-чуть на чуть-чуть попробовать капочку чуть-чуть вкусно да острая чуть-чуть спасибо вкусно действительно идемте дальше да сегодня больше сладостей именно турецких поплава что-то такое я даже не знаю как это называется напишите в комментариях мне нравится турецкие сладости не в турцию в принципе ну не дешевая скажем так здесь паста так здесь у нас картофель по-селянски кое-что это такое интересное жареные пикадельки с яичной мукой подшированный перец а вот это даже не знаю что нужно будет взять попробовать ой еще и здесь сладости сегодня много сладостей так это у нас что белый рис здесь что-то было курица с рисом здесь были фаршированные баклажаны все пусто а почему а потому что очень много отдыхающих туристов отель настолько переполнен что это уже даже где-то ну грубо говоря напрягает потому что везде в очереди везде и бар и тот же завтрак обед ужин тот же бар на летней площадке те же там не знаю покушать что-то взять выпить так банально сходить в туалете пусть в очереди я уже молчу о том что мы за все время нашего отдыха в этом отеле мы так ни разу на счастье что-то разбилось мы так ни разу и не покупались в бассейне отель ориентирован ну я не знаю возможно в этом сезоне но то что мы видим то в этом сезоне он ориентирован больше на европейского туриста и здесь практически вся европа и европейцы ну по моим наблюдениям насколько я уже знаю они очень любят купаться больше в бассейне нежели в море и все бассейны а здесь их три четвертая это боже ну какая очередь это на горке вот все бассейны заняты самого утра а сколько бы вы не проснулись 6 утра я не знаю все везде занята так рис с начинкой все очень красиво здесь такие ароматы стоят это нут нут здесь у нас что фасоль белая с мясом ну такие турецкие здесь блюда а зачем же такая очередь овощи гриль рыбка очень за шаурмой что да скорее всего за шаурмой такая очередь ничего себе не хочу я шаурмы и не хочу стоять в очереди покажу чуть-чуть вам площадки столетняя площадка она делится на несколько зон и все зоны забиты вот я когда побежала в номер за камерой а не говорит ну я пока буду набирать кушать говорю набирай и я забыла взять ключ от номера вернулась взяла ключ от номера не говорит негде сесть нет места вот ну даже вот банально поужинать нужно ждать при том всем что здесь действительно очень много посадочных мест нужно ждать какое-то время чтобы освободились столики ну кстати вот эта летняя площадка мы как-то сюда даже и не добегали сами возле повара тут где пиццу делают вот она и свободная в принципе на улице очень душно в турции сейчас температура увеличилась сейчас действительно на солнце наверно наверное вот все 50 градусов очень жарко очень жарко просто невыносимо жарко и вечером солнышко садится все равно охладиться только можно вот в ресторане ну или в столовой как там и здесь работают кондиционеры но мы почему-то несмотря ни на что любим кушать на улице на летних площадках там где много зелени так ну показала вам чуть-чуть я турецкого ужина посмотрим что будет дальше это у нас уже второй турецкий ужин потому что на первые мы попали как только заехали в отель здесь были танцы но ресторан уходили с бубном стучали был громадный торт с мороженого интересно будет посмотреть что же будет сегодня вечером точнее сегодня когда по окончанию ужина вот так вот скажем занесли уже курицу такая вот фаршированная курица да если баклажаны фаршированы тоже очень аппетитно выглядит попробуем что это за чудо сия турецкая такая ну выглядит действительно аппетитно при том всем что я баклажаны просто и донесли также отлично поставили рыбку и поставили я не знаю что это жареная рыба не знаю как называются это пудо подоставляю потому что когда я ходила снимала вообще очень красиво на улице столы застелили такими вот оранжевыми скатерцами здесь очень приятно все в зелени вечером обождаются запас цветов и стоит конечно аромат очень приятный ну если бы так еще душно не было вообще было бы супер ребят на кунш мы опоздали да что ты себе такого интересного это вот баранина она томленная она нежная нежная мягкая рыбка как как это называется чайковте это сырые крупы специальные они как-то там перемолоны но она не остро я его пробовала ну да вкусно я думаю синенькие это я думаю печень это какой-то их пирог я его тоже я его тоже этот пирог взяла вот не знаю что это тут был сливочный но мне кажется таки желудком с баранией это было интересно но вкусный это тесто а это ну внутри что мясо а это типа как называется типа как манты пельмени типа да ну да но по-турецки как-то она по-другому называется сладости в этой поездке я тоже не пробовала поскольку сегодня турецкая ночь правильно вот я взяла парочку турецких сладостей и как я спрашивала у персонала как называется этот это окрошка но несколько мне со смехом сказали это турецкая окрошка но мы так понимаем адан или аудан я уже не помню как точно сказали название оно на айране скорее всего с овсянкой и зеленью ну попробуем что за поискутками да жду твоей реакции а ты хочешь меня попробовала ну давай попробуем лимон очень вкусно лимон зелено действительно оно похоже на нашу окрошку просто сделано по-турецки ну айран турецкий он очень вкусно нет это не овсянка это какая-то другая крупа но я к сожалению не знаю название этой группы так что не буду фантазировать но это достаточно вкусно пошли танцы с бутнами это действие мы уже видели но второй раз не очень любопытно я думала они сюда и выйдут а они пошли по залу сейчас мы встретим люди слопают первый раз когда мы только приехали был торт с мороженым сейчас посмотрим что будет сегодня и 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 вот и очередь уже нет все-таки за еду и зашел мой очередь все-таки стоит тарелки нет сейчас принесут тарелочки я очень удобно спасибо тарелка нужно можно еще один спасибо улая два кусочка но на самом деле там его много и хватит для всех желающих раз в неделю в этом отеле проходит турецкая ночь сегодня тоже будет шоу программа очень классная кого-то поздравляют у кого-то день рождения идет поздравление ну красивое поздравление в этом отеле день рождения с фейерверками да то есть вот такое красивое поздравление она где-то долларов двадцать пять наверное свое даже так мы это проверим сегодня посмотрим и расскажем турецкая ночь до ужин просто шикарный но как вы видите к сожалению из-за того что отель переполнен просто получается переполнен переполнены все залы что внутри ресторана что летние площадки что на раздачу еды идут сумасшедшие вообще отчая очередя я даже не считала со скольки человек ну чуть-чуть да это не только доставлю доставляет маленький такой нам дискомфорт но также люди жалуются что тут говорить ну так как есть так и есть а вот как тебе вообще ужин я просто вот ну тот тот ту говядину которую пролоты дай я просто из-за очередей от ней не смогла просто банально это баранина я с ней не могла просто банально подойти к этой баранине вот эти на ней не было очереди я никто не замечать все стояли за шаурмой а гормой это национальное телецкое блюдо наверное я не знаю что вот это вот там луна я там лёжная не знания соборами но лежала так и он не был ни одного человека потому что у всех внимание было сконцентрировано именно на этой шаурме на то что там жарится эта курица это филе она как извинишь как он с щедростью потому что никто все нуждали у него такой кусок оттажил на радостях что что-то хоть из бараньи ну а вообще в целом как тебе вот ну мне понравился как тебе выбор блюд качество блюд у них не изменилось ассортимент в принципе меню другое не такой как было прошло вот это самое главное но она не хуже она просто другое да ну видно турецкая сиськи настолько разнообразно что можно было подавать что-то возможно третья турецкая ночь будет еще что-то другое ну да ассортимент не меньше значительно не мечи просто что за за перегрузки отеля не все успеваешь ухватить ты вроде бы думаешь ага я сейчас приду и возьму это пока ты пришел взял тарелку ты пришел ага это фаха она закончила возьму что-то другое и вот как-то вот да да попробовали тем не менее но и шаурмы до турки конечно молодцы в этом плане питание в этом вот конкретно отеле в котором его отдыхаем отель поле дай парк рс 5 звезд здесь питание мне действительно очень нравится здесь каждое блюдо которое не возьми она в принципе ну она вкусно вот нет такого что попробовал и отставил вот ну реально очень вкусно и синенькие это баклажаны я уже и конечно в этом отеле накушалась от души я их очень люблю я отвела душу и поеду в украину знаете скажем так с спокойной душой потому что я перепробовала их в разных вариантах мне этого будет достаточно также хочется отметить то что здесь каждый вечер вот в этом отеле holiday resort парк действительно каждый вечер идет анимация она разнообразная она интересная мог мало делать она разнообразная интересная вот тоже плюс в копилочку это этому отелю и вот то что они стараются чтобы гости гости данного отеля низ не скучали правильно чтобы было весело душно тебе комфортно мне так душно что-то какое-то действие происходит а это приглашенные гости шоу-программа вечером сегодня не а а У нас новый герой шоу программы, Ань. Прикольно. Прикольно, да. Мне тоже очень нравится, видишь, и эти, и, значит, эти фейерверки горят, и торты выносятся. Ярко, очень ярко, да. Да, ярко, молодцы. Они, конечно, стараются, действительно. Но я, вот скажи мне, почему этот отель переполнен, как вот ты считаешь? Это у этого отеля какой-то, я не знаю, какая-то магия с этим отелем. Какой-то у него, ну, почему он пользуется таким большим спросом? Глядя на соседние отели, я не скажу, что там настолько много людей. То есть там, даже вот глядя по пляжу, по лежакам, половина лежаков свободных. В этом отеле это какой-то нонсенс. Он просто перегрузит. Что не так с этим отелем? Или наоборот, его, не знаю, его изюминка какая, что так много Европы здесь, так много отдыхающих. Потому что, учитывая, вот, исходя из нашего конкретного опыта, то все-таки его называют бюджетная пятерка, потому что, ну, цена адекватная за тур. Цена соответствует кадису, но мне кажется, мы заплатили за него недорого. Он, на самом деле, этот отель стоит дороже, значительно дороже, потому что сервис все равно здесь. Ну, мы его взяли за неделю, да. Даже за две недели мы его взяли до выезда. И мы его успели действительно взять по хорошей цене. И буквально через два дня, ну, вот, я вот, знаешь, вот иногда бывает злюсь. Вот мне там повезло. Ну, вот действительно, у нас так и получилось, да. Я не знаю, то ли это везение, то ли так нужно было. Возможно, так нужно было, то, что мы его взяли по хорошей цене, действительно. И вот буквально через два дня он вырастает в половину. Смотри, вот в ту сторону мы с тобой гуляли до... Где речка их аура, где она впадает в море. Да. Вот я обратила внимание, за той речкой там отели... Имеет вот, тоже вот эти вот плиты, вот эти вот крупные валуны. То есть, по сути, видишь, почему у них у всех здесь понтоны? Да. Потому что здесь нет пляжа. Неудобный заход. Пусть у нас даже песчано-галечный пляж, пусть попадается даже крупная галька. Но у нас все равно плавный заход, и можно их детками покупаться замечательно. У всех основных ближайших отелей есть понтоны, потому что пляжа с плавным заходом просто нет. Я думаю, это один из самых весомых плюсов в сторону этого отеля. То есть, ты думаешь, его турагенты рекламируют как отель бюджетная пятерка с хорошим рейтингом? И то, что здесь первая береговая линия и хороший заход в море песчано-галечный? Да. Но я думаю, также рейтинг этот незавышенного отеля... Ну, я, например, если бы кто-то из моих друзей или подруг меня спросил, ты бы в этот отель поехала, или посоветовала бы ты туда поехать, я бы этот отель посоветовала. Несмотря на некоторые, скажем так, нюансы... По какой цене? О, ты интересную тему подняла, извини, я тебя перебью. Да, это тур и больше, знаючи, как ты здесь сервис. То есть, ты бы заплатила за него свыше 50 тысяч гривен. Потому что цена на этот отель нет, а вот 50 возможно. 49-48, вот так, да? Там 40... 45 плюс. Он стоит этих денег, да. Стоит этих денег. Спасибо за комментарий, ребят. Ну, действительно, да, отель понравился, но... Понравился он мне очень сильно в первые дни, когда мы только сюда заехали. Вот. Есть, конечно, свои нюансы, свои минусы, но в целом, в целом, это действительно хорошая, достойная, бюджетная пятерка. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.